А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуй. О чем пойдет речь в сегодняшнем спортблоке? В этот раз расскажу о дзюдо и художественной гимнастике, также не забудем и про хоккей. В городе Орехово-Зуево прошло первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Белгородские спортсменки смогли добиться высоких результатов. В индивидуальном многобории наши девочки удостоились серебряных медалей, а в групповых упражнениях стали третьими. Эти соревнования являются отборочными на первенство России в Казани. Главные состязания страны состоятся уже в феврале. А молодежный хоккейный клуб «Белгород» продолжает свои ледовые баталии. В Минске наши хоккеисты провели две игры с местным клубом «Юность». Первое противостояние завершилось победой хозяев со счетом 4-1. А вот второй матч прошел по более драматичному сценарию. Все решилось в овертайме. И снова сильнее оказались хозяева 4-3. Следующие матчи «Белгород» проведет дома 3 и 4 февраля с командой «Брянск». Далее от «Дзюдо». 360 участников из 33 клубов России, Сербии, Украины и Казахстана приняли участие в традиционном турнире под «Дзюдо». Международные соревнования проводились в Старом Осколе уже в 34-й раз. Когда-то я боролся маленьким. Теперь у нас идет преемственность поколений. Это очень здорово. И многие тренера, которые привозят детей, многие тоже боролись на этом турнире. Поэтому турнир получается домашний, семейный, по-хорошему. Спортсмены 2001-2003 годов рождения боролись в 13 весовых категориях. Турнир проходил два дня. «Дзюдоисты нашей области» из Белгорода, Губкина, Шибекина и Старого Оскола завоевали 8 бронзовых медалей и 4 серебряных. Два первых места взяли старооскольские спортсмены, воспитанники клуба имени Александра Невского. На этом у меня все. С вами был Сергей Шрамко. Помните, что быть в курсе главных спортивных новостей края несложно. Достаточно просто включить «Мир Белогория». Спасибо, Сергей. Напоминаем, что спортивный обзор на нашем телеканале выходит по вторникам и пятницам.